Долги выплачены, но обстановка снова накаляется. Ситуацию с бывшими работниками Кинкоула объяснил замгубернатора. Просто так языком молоть и призывать людей на голодовки, на поездки в Москву. Я когда-то задавал вопрос, а кто плачет, вот задумайтесь, кто плачет эти поездки. Новый ответственный за выборы главой обл. избиркома стал Андрей Буров. Когда нужно быть демократичным, поверьте мне, я ласковый. Самый домашний праздник – торжественный прием губернатора ко Дню Семьи, Любви и Верности. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие, пусть растут ваши дети, внуки, правнуки и радуют вас. Праздник! Сказ о Петре и Февронии в Ростове презентовали мультфильм по житию, написанному в 16 веке. Этак ты никогда у нас, княжи, не женишься. Почему же? А вот когда снег летом выпадет, тогда и сужина моя сама объявится. Ручной потомок Юлы. Разбираем достоинства и опасности новомодной игрушки спиннера. Более не чувствовал такой прям сильный, когда он мне отлетел в глаз. Я вообще думал, что из какого-то другого места что-то другое прилетело. Долги по зарплате бывшим работникам Кинколы, как и обещалось, погашены до 1 июля. Выплаты получили работники сервисных предприятий. Но вокруг проблемной компании по-прежнему полно слухов и фантазий. Сегодня ситуацию разъяснил журналистом замгубернатора. Компания «Банкроткин Кол» стала головной болью всей Ростовской области. Зарплаты гуковских шахтеров стали долгами, расплачиваться с которыми в итоге взялось региональное правительство. Где взять деньги на погашение долга частного предприятия? Найти ответ казалось невозможно. Выплатить из донского бюджета или резервного фонда не разрешает закон. Да и прецедентов в стране не было. Пришлось разрабатывать свой механизм. По решению губернатора к выплатам привлекли региональную корпорацию развития. Рассчитаться со всеми по основному долгу пообещали к 1 июля 2017 и слово сдержали. На сегодняшний день за 2016 и 2017 год выплатили в погашении задолженности по заработной плате более 310 миллионов рублей. Более 310 миллионов рублей. Более трех тысяч человек получили задолженность по заработной плате. Остались только компенсационные выплаты. Это, к примеру, отпускные или алименты. Их будут погашать конкурсные управляющие. Как только имущество компании распродадут на торгах. Я положительно оцениваю ситуацию с выплатами. Будем говорить, те, кто принес заявление, они получили благотворительную помощь в размере задолженности по зарплате. То есть я оцениваю это положительно. Ну, люди, есть еще люди, которые мы пришли, не знаю, по какой причине они. Ну, чтобы не знали, не может быть. Может быть, выехали куда-то из города. Для части людей, не обратившихся за оплатой, мы зарезервировали некоторую сумму. Провели по домовые обходы, предупредили родственников, что они могут обратиться, предоставить документы и получить зарплату, заверил губернатор. Помощь семьям шахтюров оказала и региональная Минтруда и соцразвитие. Выделив более 25 миллионов рублей. Бывшим сотрудникам Кинкола помогли с поиском работы. Трудоустроить удалось большую часть обратившихся в службу занятости. Однако ситуация в Гуково по-прежнему напряженная. Оппозиция продолжает призывать шахтеров к пикетам и голодовкам, вместо того, чтобы реально помочь людям. Просто так языком молоть и призывать людей на голодовки, на поездки в Москву. Я когда-то задавал вопрос, а кто плачет, задумайтесь, кто плачет эти поездки. Чтобы подобные ситуации не повторялись, в правительстве региона разработали предложение по совершенствованию федерального законодательства и направили в Госдуму. Виктория Щетинина, Сергей Вишняков, Дон-24, Ростов-на-Дону. Газоснабжение Волгодонской и центральных районов области улучшится. Об этом Василий Голубев договорился с Алексеем Миллером. После встречи в Питере председатель правления «Газпрома» дал распоряжение построить газопровод-перемычку между магистральным починкой «Изобильное» и существующим отводом на Волгодонск. Проект разработают до конца 2018 года и уже в 2019 начнется строительство. Эта перемычка должна решить проблему нехватки газа в центре области и помочь в воплощению крупных инвестпроектов. Также губернатор и глава «Газпрома» говорили о реконструкции газовых сетей «Шахт» и «Гуково» и о социальных проектах компании, строительстве спорткомплекса в Новошахтинске и преображении Ростовской набережной. Кадровые изменения недели. Донской ГУФСИН остался безначальником. Генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов освобожден от должности указом президента России. Областную службу исполнения наказаний Смирнов возглавлял почти пять лет. Вместе с ним Владимир Путин уволил ряд высокопоставленных силовиков. Восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний. Причины увольнения не сообщаются, пока неизвестно и кто заменит бывшего начальника службы. А вот бывший министр обороны России снова в строю и будет трудиться на Донской земле. Анатолий Сердюков возглавил Совет директоров Роствертола. Его кандидатуру утвердили накануне на заседании Совета. Напомню, Сердюков руководил Минобороны с 2007 по 2012 год и ушел в отставку на фоне громкого скандала вокруг уголовного дела о миллиардных хищениях в оборонсервисе. Ему предъявили обвинение в халатности, но после расследования прекратили. В последние три года Анатолий Сердюков занимал ряд высоких постов в государственных корпорациях. И еще одно назначение. Андрей Буров сменил Сергея Юсова на посту главы Донского избиркома. С 2014 года он был заместителем гендиректора Ростовской корпорации развития, а ранее министром внутренней и информационной политики Ростовской области. Нового председателя тайным голосованием выбрала избирательная комиссия, состав которой, замечу, также обновился на треть. Восемь из 14 членов обл. избиркома имеют высшее юридическое образование, двое кандидатов юридических наук. За кандидатуру Андрея Бурова подано 13 голосов. Самое главное не испортить то все хорошее, которое было. История действительно у избирательной комиссии Ростовской области достаточно грандиозна. Поэтому, конечно, первая задача это все, что есть сегодня лучшее, сохранить. По стилю руководства я разный. Когда нужно, я достаточно авторитарный, когда нужно быть демократичным. Поверьте мне, я ласковый. Свой профессионализм новая избирательная комиссия сможет показать уже в марте на выборах президента России. На которых, кстати, впервые не будет открепительных удостоверений. Можно будет просто подать заявление в избирком и проголосовать по месту нахождения. И вот что еще о событиях недели расскажем далее. Самый домашний праздник – торжественный прием губернатора ко Дню семьи, любви и верности. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие. Пусть растут ваши дети, внуки, прагмаки и радуют вас. Праздник! Сказ о Петре и Февронии. В Ростове презентовали мультфильм по житию, написанному в 16 веке. Этак ты никогда у нас, княжи, не женишься. Почему же? А вот когда снег летом выпадет, тогда и сужина моя сама объявится. Корпуса, питание, развлечения – все в норме. Минтруд проверил летние лагеря Неклиновского района после нарушения при заселении. Здесь хорошее чистое море, убраны комнаты, здесь хороший персонал. Ручной потомок Юлы. Разбираем достоинства и опасности новомодной игрушки спиннера. Более не чувствовал, такой прям сильный, когда он мне отлетел в глаз. Я вообще думала, что из какого-то другого места что-то другое прилетело. Свободу попугаем и законную клетку пернатые нелегалы из Украины задержаны на границе, определены в ростовский зоопарк. Когда выпускали, были заметны признаки удушья, были признаки того, что птица была в стрессе, волновалась. Торжественный прием для самых крепких пар Ростовской области устроил Василий Голубев ко дню Петра и Февронии. 20 семей долгожителей получили почетный знак губернатора во благо семьи и общества за личный вклад в благополучие родной земли. Здравствуйте. Как вас настроили? Здравствуйте. Короткий разговор и фото на память. Для будущей семьи Апара 7 июля особенный день, день знакомства. У нас сегодня юбилей, 5 лет как мы вместе, и мы познакомились сегодня. А так вот я не ростовская, как говорится, совсем по Ростовской области, там далеко, в маленьком городке, познакомились. Он приехал ко мне, как говорится, невзначай. Вот так получилось, что сегодня мы не только вдвоем, а втроем отмечаем этот благожданный день. На торжественный прием пригласили молодоженов, вступающих в брак, в день семьи, любви и верности. Поздравляю всех вас с этим днем. Желаем вам комфорта, уюта, улыбок на ваших лицах. Пусть будут здоровы ваши родные и близкие. Пусть растут ваши дети, внуки, правнуки и радуют вас. У Алифтины и Юрия Баулиных 4 внучки и 1 внук. Вместе они 50 лет, и это если считать от официального бракосочетания. А до этого еще лет 5 дружили. Уважать надо свою половинку. И всегда видеть что-то хорошее. Даже если что-то маленькое есть плохое, но хорошее надо вспоминать, что нет, ты же любил человека, ты же любишь его. Прощать надо. Мы инженеры-строители оба. И мы объехали весь союз. И мы работали вместе со своей женой на Камчатке. Распределился я, например, на Колыму. Такие пары своим примером показывают высокие идеалы супружества. Семья для них не просто ящико общества, а фундамент жизни. Мария Идрикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Испытание любви и верности прошли главные герои сказа о Петре и Февронии. Российский мультфильм о покровителях семьи и брака презентовали в Ростове. Его рисовали в Москве целых 7 лет, но идея пришла авторам еще 10 лет назад в Донской столице. В премьерный показ открыли песни о любви и родине в исполнении известного ансамбля песни и пляски донских казаков имени Квасова. Будем жить друг другу ради, сердце так стучит в груди. Ну вообще это мультфильм не православный, он для всех, для массового зрителя. Он о любви, о том, как семейная пара должны друг друга выручать, как супруга должна быть всегда рядом со своим суженым. Этак ты никогда у нас, княж, не женишься. Почему же? А вот когда снег летом выпадет, тогда и суженая моя сама объявится. В основу мультфильма легло «Житие святых Петра и Февронии Муромских», написанное в 16 веке писателем-публицистом Ермолаем Еразмом. Для зрелищности мультик немного приправили Голливудом. Мульттрюки, спецэффекты и, конечно, счастливый финал. Любовь живет три года – самая большая глупость, которую можно представить в День семьи, любви и верности. И в этом нас могут заверить животные и птицы. В ростовском зоопарке много таких пар, но самые преданные – львы и лебеди. Нам есть чему у них поучиться. Иди сюда. Иди, мальчик золотой такой. Да красивый, мальчик. Вот так, скажи. Проснулись, зевнули. Просим не беспокоить, говорит взглядом местный царь зверей. И продолжает. У нас пищевая и, да-да, любовная кома. Сейчас как раз брачный сезон. Или же бочничать 24 часа в сутки – основной распорядок дня семьи львов. К сожалению, у нас спрать не получился, потому что у нас нет детенышей у Вирджинии по ее состоянию здоровья. Но зато это влюбленная пара. Они уже сидят вместе 6 лет. У нас Вирджиния прибыла полуторагодовалым львенком, можно сказать так, из Новосибирского зоопарка. А цезарь у нас поступил из сафари-парка города Пятигорска. Но не напрямую, а через цирк. Так что цезарь еще и артист. Их пары с Вирджинией могло и не быть. Своенравная дикая кошка сопротивлялась. Но строптивую лев укротил и теперь в их семье совет да любовь. Конфликты у них только опять-таки на сексуальной почве бывают. Что наш мальчик цезарь все хочет заниматься любовью, а Вирджиния уже не хочет этого. И вот тогда у них, конечно, конфликт. В общем, все как у людей. Любовь морковь и ряска. Но это уже о следующей счастливой паре зоопарка – лебяжьей. А ряска, не поверите, и накормит, и померит изящных пернатых. Эта зеленая жижа называется ряска. Любимое лакомство наших лебедей. Она не только вкусная, но очень полезная. Здесь очень много микроэлементов, витаминов и минеральных веществ. На кормежку приплыло все семейство. В этом лебедином озере живут папа, мама и пять еще гадких утят. Не воображайте, ни Адилии, ни Радбарда здесь нет. Зло и несчастье оставим балету. А тут лишь верность, любовь и согласие. И так уже семь лет. Эти лебеди непростые. Они из Австралии. А в Австралии, когда у них лето, а у нас в России зима, они размножаются по австралийской системе. По 10 птенцов каждый год приносит лебяжья пара в начале мая и конце декабря. Их любовь настолько совершенна, что после потери супруга ни он, ни она больше не захочет вступить в брак с другими. Юлия Сурикова, Дмитрий Романченко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Истощенные и больные на коротких цепях под жарким солнцем. Хозяин этих собак считает, что кормить их достаточно раз в три недели. И пищей иногда становятся другие хвостатые. В дачном товариществе природы Аксайского района с природой бедам волонтеры нашли настоящий концлагерь для собак. Закрыл, добил, облил. Тридцать дешевле. Во дворе воют от голода собаки. Из домика тоже слышен жалобный лай. При виде людей животные отчаянно зовут на помощь. А волонтеры даже не могут зайти во двор, чтобы покормить несчастных. Хозяин же дачи появляется здесь не чаще раза в три недели. Это маньяк, понимаете, не факт, что завтра он детей также не будет ловить. И вот так вот в этом доме трупы детей потом идут. А если его боятся соседей? Да еще неизвестно, что в подвале. Вот. Что в подвале? Ну больной. Да я так думаю, что болен человек, потому что нормальный человек не будет издеваться над животными. Понимаете? Хранить их в холодильниках, там скармливать их своим животным. Соседи говорят, что этот мужчина часто ведет себя неадекватно. Ходит по участку голым, пытался заживо сжечь свою престарелую мать. В холодильнике хранит мертвых кошек. В доме у него есть ружье. Так что люди боятся даже подойти к этому дому. В феврале месяце у меня исчезла собака. Просто за сутки она сгорела. Не исчезла, сгорела от того, что он ее, оказывается, отравил. И потом он этим делился здесь с людьми. По словам местной жительницы, это не единственная жертва. Говорят, он закладывал в мясо стекло и камни. И собаки погибали от ран внутренних органов мучительной смертью. В подробностях рассказывал дачникам, как сдирал шкуру с добрейшего пса Джека, приблудившегося в товарищество в прошлом году. После чего разрубил тело собаки на части и скормил своим изголодавшимся питомцем. Волонтеры Ольга и Карина очень хотят забрать несчастных собак. Но попасть во двор без разрешения хозяев не имеют права. Девушки обращались в местную администрацию и написали заявление в полицию. Правоохранители проводят проверку. В настоящее время факт живодерства со стороны владельца домовладения садоводческом товарищеском природе в Оксайском районе не подтвержден. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства происшедшего. Галина Горлова, Дон-24, Оксайский район. Наша редакция очень надеется, что эта жуткая ситуация привлечет внимание правоохранительных органов к этой проблеме. Теперь к другим темам. Новое всеобщее помешательство выглядит как пропеллер. Подшипник с яркими лепестками называется спиннер. Спиннер – игрушка стрессо-неустойчивым взрослым и не игрушка детям. Может быть опасно. Подробнее в специальном репортаже Нины Данцевой. Правильный спиннер может крутиться две минуты. Но на деле столько оборотов способна выдать только вертушка, сделанная из металла. Металлические, деревянные, пластиковые подшипники с лепестками стали самой популярной игрушкой для детей и взрослых. В конце прошлого года спиннер поступил в продажу, а в начале 2017-го уже продавался десятитысячными тиражами. Самый главный спиннер – это один из музыкальных. Там такая музыка есть, которую можно скачать на планшете. Началось с того, что мать девочки с мышечными проблемами изобрела игрушку, которую можно держать всего двумя пальцами и раскручивать. Тогда особого интереса у производителя она не вызвала. Но срок патента истек, технология изготовления появилась в интернете, и теперь спиннер может сделать кто угодно. Простая игрушка не так проста, как кажется. Спиннер покупают малышам с расчетом на то, что такой тренажер улучшит моторику пальцев и поспособствует развитию ребенка. Травматолог может посоветовать купить вертушку, чтобы восстановиться после травмы. Оценили спиннер и офисные работники. Если верить статистике, именно они остаются основными ценителями антистресс-изобретений. Если нам тревожно, многие из нас любят что-то теребить, трогать, крутить. Лучше, конечно, заниматься чем-то другим для снятия напряжения. Или решать свои внутренние конфликты, чтобы это напряжение вообще не возникало. Тогда не курить не надо будет, не спиннер крутить. Некоторые утверждают, игрушка, которую можно всегда взять с собой и использовать в любых условиях, отвлекает и от вредных привычек. Когда ты что-то в руке крутишь, ты сразу расслабляешься и забываешь, можно сказать, о курении. И на несколько часов эффекта точно хватает. Вертушка затмевает и большинство любимых забав школьников. Вот только 10-летний Степа проводит долгожданные летние каникулы в больничной палате. За несколько дней мальчик перенес две операции. И врачам чудом удалось спасти глаз, в который попал спиннер. Они играли вместе с папой, и вроде бы не было никакой опасности от игры. Опасность, вот она была совсем рядом. Спиннер отскочил и попал ребенку в левый глаз. В результате получилась тяжелая контузионная травма глаза. С очень тяжелыми внутриглазными повреждениями. Ребенок к нам поступил практически невидящий на этот глаз. Мы провели ему операцию, удалили разбитый хрусталик. И теперь у него появилась реальная надежда на восстановление зрительной функции. Трюки со спиннерами учатся показывать все Степины друзья. Мальчик загорелся новой забавой, купил игрушку на рынке, но отточить мастерство не успел. Хоть я боли и не чувствовала, такой прям сильный, когда он мне отлетел в глаз, я вообще думала, что из какого-то другого места что-то другое прилетело. И, ну, все просто. Стал левый глаз черным, меня подхватил папа, и мы побежали все в машину. В июле Степе предстоит операция по пересадке хрусталиков в Санкт-Петербурге. А как только врачи разрешили активные игры, мальчик попросил принести в палату футбольный мяч. О спиннерах даже слышать не хочет. Буквально за полгода у новой игрушки появились ярые поклонники и категоричные противники. Возможно, спиннер станет символом этого десятилетия, как кубик Рубика в 80-х, пружинка Радуга в 90-х и томогоч в начале нулевых. Но пока психологи и педагоги рассуждают о вреде и пользе такой вертушки, в продаже начали появляться мокуру – игрушка-антистресс из бука, в переводе с японского – переворот дерева. Нина Данцева, Андрей Токарев, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Из заключений выпуска спортивной новости. Впервые в истории нашей области девушка получила звание мастера спорта международного класса по бодибилдингу. Причем даже из донских мужчин на такой высокий мировой уровень раньше выходил лишь один строитель тела. Так что давайте понаблюдаем, как работает штанга-гантельная диета. Коня на скаку остановит и в горящую избу войдет. Это не про Евгению Мищенко. Про нее разве что скажешь – обаятельная, привлекательная и с чувством юмора. В образовании я врач-стоматолог, но по профессии не работала ни дня. И слава богу, я очень рада этому, так как попала в этот спорт и это стало просто неотъемлемой частью моей жизни. Я тренирую, я являюсь персональным тренером. Я просто кайфую от этого. В бодибилдинг Женя пришла из акробатики и на новом поприще уже успела завоевать четвертое место на чемпионате мира и получить звание международника. Я еще до конца поверить в это не могу. Я просто об этом даже не мечтала. И тут так все быстро как бы. Вот как мой папа говорит, ты, говорит, даже не заметила, как достигла таких высоких целей, потому что, ну действительно, ты занимаешься тем, что очень любишь, тем, что очень любишь. И все, вершины как бы достигаются относительно легко. Главное – путь, от которого мы получаем удовольствие. Для областной федерации бодибилдинга – это несомненный успех. И вдвойне приятно, что звание мастера спорта международного класса получила девушка. Второй спортсмен федерации бодибилдинга за всю историю бодибилдинга в Ростовской области, который получил такое высокое звание. Первый – это был Василий Камышников, мужчина. Это было около 20 лет назад. Неразлучная подруга Евгении Наталья Скулкина также занимается бодибилдингом. Правда, результаты пока не такие впечатляющие. Наталья – мастер спорта и бронзовый призер международного турнира «Олимпия». В бодибилдинг пришла из легкой атлетики и ничуть об этом не пожалела. Для меня спорт – это как моя вторая я. Поэтому это не просто так выбор. Это просто продолжение одного спорта в другом. Девчонки неразлучны на спортивной арене, на тренировке. И в жизни все стараются делать вместе. Сейчас дуэтом готовится к предстоящему международному турниру «Арнольд Классик», который пройдет в Испании и к чемпионату мира во Франции. Роман Саганов, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На монеты к Мундиалю теперь попал и Ростов-на-Дону. На этой неделе Центробанк выпустил в обращение пять памятных монет чемпионата мира по футболу 2018. Их номинал 3 и 25 рублей. Четыре трехрублевые сделаны из серебра, а 25-рублевая – из недрагоценного металла. Серебряные монеты посвящены четырем городам Мундиаля – Волгограду, Нижнему Новгороду, Самаре и Ростову-на-Дону. На их обороте футболист с мячом и местная достопримечательность. У Волгограда – это родина-мать, у Нижнего Новгорода – Кремль, у Самары – ракетоноситель «Союз», а у Донской столицы – мемориальная стела на Театральной площади. Тираж каждой монеты до 24 тысяч штук. Монету в 25 рублей выпустят тиражом почти в 20 миллионов. На ее оборотной стороне – рельефное изображение Кубка мира. Вышла из 25-рублевка в специальном исполнении – цветная. Таких будет 250 тысяч штук. В таком русле течет жизнь на Дону. В студии была Анастасия Натальевич. До встречи через неделю.